ДИАВЛУ ВТОРОЙ Ну, как проходить дальше? Проходить Хэлл, адскую сложность на хардкоре Сейчас я переключу картинку тогда Вот наш персонаж На особенности ничего почти не изменилось Привет, Негремист, привет, Контрол Тавер Всем привет Так А еще мы остановились Сделаю немножко музычку потише Что она мне так громко звучит Что я, наверное, даже Ой, себя не слышу Вот так вот чуть-чуть Будет в самый раз прям Замечательно Мы находимся в четвертом акте Это ад Здесь нас ждет Диабло Да мы его тоже, собственно, дожидаемся уже давным-давно Привет, Иклова Что у нас изменилось с прошлого раза? Да почти ничего Вот, только что я закончил забег на Андриэль Ну, не то, чтобы это назвать забегом Можно Но с нее, как всегда, особо ничего интересного не упало Вот, например, такие чармочки Экстра Голд Форма Монстров Пути Найзены Какие-то совершенно левые кольца И одна хорошая чармочка с фаер-резистом у нас есть Которая нам дает Теперь уже 75 фаер-резиста Я бы больше, конечно, лайтнинг предпочел Чтобы лайтнинга было прям вот Много-много-много-много Но фаер тоже неплохо в этом акте Очень много фаер-дамага И нам потребуется какая-то защита от него Плюс еще какая-то выпала Штука под названием Бонифлэш Полный отстой Надо его сейчас срочно продать Так вот Тяжело это дело фармить на самом деле Очень много времени уходит Я попробовал пофармить Мефисто Но, к сожалению, это как бы не очень удачно получилось По одной простой причине Мефисто овнит Просто, как сказать, довольно тяжело С ним сейчас справляться Нужно все-таки иметь некоторый более крутой эквип для этого А для этого вот, например, надо побегать Либо Андриэль Либо там Найтмерного Мефисто Чтобы найти какие-то действительно полезные шмотки Ну, а у нас сейчас с этим Довольно-таки Туго Самое главное Чтобы у нас был блок хороший А блок у нас сейчас Скажу 72% В принципе, не 75% Но уже близко довольно-таки Если бы я сделал Рейден Фрост Который у нас лежит в сундуке То было бы лучше Да, и вот этот вот камешек тоже продадим Нам очень нужны деньги на воскрешение наемника Потому что наемник Это наша основная, по сути, боевая сила Сейчас будет Да ладно, тебе Меф овнит Не верю, говорит Control Tower Ну, не то чтобы овнит Но очень неприятно с ним Довольно тяжело Бывают моменты, когда жизнь проседает Приходится поушенов довольно много Ой Использовать Не успел я выйти Сразу же ко мне подвигает группа поддержки Говорит, эхей, да и мастер Иди сюда к нам Мы тебя отправим на тот свет Что ж, давайте, знаете, еще с музыкой сделаем Вот это бренчание Оно меня слегка раздражает Ну и вон нафиг И сделаем чуть-чуть погромче звук из игры Хе, куда уж громче-то Ну вот так вот прям В самый раз будет Бежим дальше Паладин, конечно, долго фармить, говорит, контрол тавер Ну, была бы Энигма, было бы вообще все отлично Вот, фармить с Энигмой одно удовольствие Потому что вы можете быстро телепортнуться Прямо к самому месту, где нужно фармить Но это не наш случай, увы Что ж такое, вот Крутятся эти молотки вокруг, крутятся На толку никакого, все равно монстр побивает наемник А вы говорите, фармить легко Эй, карта открыта, тут же тут бегом Да, я выбежал, пробежал пару метров И понял, что если я побегу дальше То это будет совсем нечестно Забил на этом Так что мы там на 2 метра отбежали Ничего особенного не произошло Да, поздно Circle of Death Ядовитая смерть, нам выдали кучу-кучу Поушенов, вот эти вот газ поушенов Не знаю, они, по-моему, дешево стоят очень Ну, соберем на всякий случай Throwing damage 72 куром на смех совершенно Тут самая большая проблема, которая может быть Это большое количество всяких Соулов, которые стреляют Лайтнинг-молниями такими В общем, лайтнингом, которые бьют Если в какой-то локации будет большое количество Не вот этих вот думкастеров А таких похожих на глумов Полупрозрачных ребят То надо будет валить, валить Всем возможным способом Ментально сразу же уходить Эпики нашел А нам не показал, говорит, негренист Какие эпики? Никаких эпиков я не нашел Единственные эпики я сейчас Которые, в общем-то, вы могли увидеть сейчас Он и то Совершенно бесполезен был Так, что нам нужно? Нам нужно клинизинг врубать Такие моменты, говорят Научили меня, добрые зрители Спасибо вам Теперь Дайс ученый Он знает, как быстро избавляться от проклятия Такое впечатление, что оно выпавляется не в два раза Как там, собственно, должно быть Судя по надписи в Ауре А гораздо-гораздо серьезней Слушайте, вот прям на каждом шагу Пытается нас проклясть Жесть, кругом творится Самое неприятное будет Когда мы зайдем в Хаос Сенчери Ну, а там всякие Хаос Найты И проще ребята веселые ходят В большом-большом количестве Вот они будут у нас Кошмар сходил, закрыл карту Только, говорит, контрол тавер Какую карту закрыл? Ааа, в смысле сбросилась бы карта В этом смысле Ясно, ясно Да нет, на самом деле Это не особо нужно Как видите, мы, собственно, бежим здесь Карта у нас не разведана Ну, меня радует, конечно Количество всяких монстров, чемпионов Уникальных, которые О, Gothic Plate Gothic Plate это 100% у нас Из набора Сигона Так что мы продадим это Ну, возьмем просто на продажу Деньги нам нужны Уникальные сетовые шмотки В принципе, имеет смысл продавать Но лучше всего, конечно, продавать вещи Которые занимают мало размера Ну, которые там 1-2 клетки где-то Шармочка выпала Отлично, подберем сейчас Вот Занимает мало места в инвентаре Но при этом они Так, Ларш Это довольно-таки средняя шарма Что-то интересного на них обычно не бывает Вот И при этом Имеют какие-то модификаторы Типа плюс скиллс Вот эти модификаторы Очень много денег дают Ну, стоимость увеличивать Серьезного предмета Всем, кто смотрит Я напоминаю, что мы Сейчас проходим Диабл 2 на Хелле И на Хардкоре То есть это последняя сложность Тоже почти что финишная прямая Мы столько-столько прошли Просто выстрадали Убили двух персонажей Вводы всего этого есть на Ютубе Да и на Твиче тоже Ссылочки вот там под стримом есть Подписывайтесь Следите за различными Обновлениями Ну, то есть Анонсами Ну, а нам сейчас Нужно что сделать Нам нужно найти проход Здесь к другую локацию Потому что в Outer Steps Вот здесь вот Ничего интересного нету Так Чуть какой-то Табар Название Такие интересные Молот оказывается Камни я особенно С ними подбираю Уже забил на них Потому что камни И так полным-полно Не знаю уже куда их девать Вот А вот мы нашли проход ниже Отлично Если сдохнуть То на думах и дальше Говорит Control Tower А чем дальше Тем осторожнее будем проходить Ну, в принципе Пока вроде я себя чувствую Не сильно плохо Planes of Despair Насколько я помню по квесту Там как раз нам нужно Изуала найти Изю В общем, такой Демон еврейской национальности Хасовый еврей Так вот Который всех продал На самом деле Ну, он нам об этом расскажет Сейчас, правда, на английском языке Суть в том, что Когда давным-давно Его похитили демоны И это был Один из ангелов Вот Ну, они его, собственно Долго пытали Насчет того Что такое камни душ Как им пользоваться Ну, в итоге он сдал всех Просто Совершенно без каких-то проблем Взял и сдал Говорит Да, ребят Чего вы тут переживаете Сейчас я вам все расскажу Как юзать камни душ Что делать вообще И где кнопочка Врубить читы Ага Вот эти ребята Да Бернинг соулы Да еще и майт У них аура Ну, аура майта Конечно, им просто-таки поможет Что меня реально Очень сильно Раздражает В них Бернинг соулах Потому что они бьют Крайне издалека И крайне больно И причем нельзя Закрыться наемником Вообще Нужен, нужен А, вот у нас наемник умер Я не успел вовремя Нажать кнопочку Отходите ближе Пока у меня мана хватает Я думаю, в принципе Без наемника Можно их убить А потом его пойти воскресить Надо как-то за препятствиями Что-ли прятаться Не-е-е Осторожно, осторожно Есть Самого главного Их убили Уникального Так Че, я тут? Да Вот это самое неприятное С чем можно встретиться На Плэнсом Диспайр Эти ребята Просто злоходящие Какое-то Чингри летающие Ну что ж Отправляемся в город Че делать-то нечего Наемник нужен Без наемника Вообще никак 48 штук Просто грабеж Сколько у нас денег осталось У нас еще где-то На один ревайв И все Дальше мы Бомжи Без денег Без наемника Которым нужно Отправляться Куда-то и фармить бабло Че у нас там К силе Офигеть просто Дайте две Нам наверное Вот эти резжувы Сбросить себе В сундук Потому что у нас уже Сколько рядов Смотрите Просто стройными Огромными рядами Стоят резжувы И они нам нужны Будут как раз Именно на Диабло Потому что С ним придется Очень туго Постоянно придется Пить вот эти резжув Пошены Я на этом Я почти что Полностью уверен В этом Так Наверное давайте Побежим куда-нибудь В противоположную Что-ли сторону Ай Жесть 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 Все Тихо Ты тоже там Выпей Че целебненького Я наемнику Еще один Сторм Ай Какой-то Уникальный На каждом шагу У него Иммунту Лайтнинг Иммунту Физикл В принципе Хоть к магику Иммун и нет И то радует Так Как же здесь идти Там Как же пройти Через эти вот поля Огромные Чингри Да Равнины Отчаяния Ну вот с этими Ребятами вообще Пороться одно удовольствие Потому что они Сами к себе Особенности Никакого арона Не наносят Бегают медленно А вот эти Бернинг Сулы Бьют издалека Причем к лайтнингу У нас резисты Хотя в принципе Более-менее хорошие Но они не помогают В том-то и дело Если у вас даже Там 75 резистов К лайтнингу Это не спасает Вообще никак А нахл Специально убил Коу Кинга Говорит Контрол Тавер А теперь стрим смотрит Смеется на бедным Дайсом Который себе Болванку найти не может Да с болванками У нас теперь полные Проблемы Жуткие Опа Потому что На Найтмар Они не могут Коров прибежать Закрыть нам доступ Пыщ-пыщ Прибежали Тут Понимаешь Ингибаторы Бедного Паладина Унижать Я вам покажу Что есть Добро и справедливость Одна Меня только Одна надежда Усишает Что я быстро Сейчас найду Где у нас Находится Переход на следующую Локацию Во-первых Отойди Наемник Или Мы сейчас Очень быстро Найдем Изуал Хотя бы Да Два шага вперед Пару поршинов Съел Еще два шага Вперед Пару поршинов Съел Хоть Грейта Хеллингами Запасайся Ну вроде Продвигаемся Это же правда Самое неприятное Это же еще Не видно Ну нет На самом деле Конечно видно Где они передвигаются Просто плов очень Что же будет Когда мы В Хелс Сенкчери Придем Ну ой ой Там кстати Бегают Всякие Хаос Найты Очень зло Дамажащие Элементальными Дамагами Тогда придется Вообще Продвигаться Видимо Знаете Как это Так вот По-партизански Control Tower Говорит Я вообще Пуш Не пью Без остановки Вот так вот Делает Эта игра С алкоголиком Приходится Постоянно Пить И не от легкой Жизни Сразу видно Что От тяжелых Тяжелых Каких-то Проблем Приходится Даже Воинам Света Напиваться Постоянно Поушен За маму Ой-ой-ой По пол жизни Отнимают Вот почти Все с прокаста О Fire Resist Конечно Fire Resist Мне самая нужная С учетом того Что его и так 75 Это просто супер Мне бы лишние 5% лайтинга Бы не помешали Я бы в принципе Не отказался Как-то Уворачиваться В принципе Отмор Не можно Но очень сложно Самое главное Чтобы они Передвигаться Начали Их нужно Заставить Подбежать К вам Тогда Очень велика Вероятность Стала Что они Все-таки Попадут Под Либо Наемником Либо Под удар Молоточков И молоточки Конечно Не самый Удобный Способ Убивать Потому что Молоточки Это скорее всего Такое Полуклоз Оружие Оно Где-то Вокруг Вас Верзится И вам Нажно Не находиться Рядом С монстрами Если Монстры Довольно-таки Физически Сильные Или Вот такие Вот Которые Овнят В большом Количестве Если Находятся Рядом С вами То Подбегать Вообще Просто Не Вариант Ладно Мы там Че Уже Почти Пол Вот этого Плэнс Наверное Пора Завязывать Ныть И начинать Унижать Всех Монстров Здесь Вообще У меня есть План Если мы Сейчас Все-таки С Диаблой Справимся Пройти Прямо Перед выходом Диабла Третьей Диаблу Вторую Вот как раз Собственно Пятый Акт Оставить На самый Последний День Перед выходом Игры Будет Как раз Собственно Интересно Перед ее Началом Перед началом Третьей части Как раз Так символично Завершить Вторую Спаунит Всякое Тут Понимаешь Что у нас Грейт Хеллинги Выпадают Вот Супер Хеллинги Были конечно Гораздо Больше В тему В принципе Самая Большая Проблема Потому что У меня Особенно Времени Нет На то Чтобы Фармить Был Побольше Времени Пофармить Я Может быть Хоть Каких-то Шмоток Более-менее Полезных Нашел Ну Чтобы Там Не знаю Можно Было Чем-то Заменить У нас Наш щит Наконец-то Четвертый Ак Это короткий Горит Control Tower Ну да Четвертый Ак Довольно Короткий Может быть Немножко Начало Пятого Побегаем В общем-то Вполне Это возможно Так Ребят Давайте Вы к нам А не Мы к вам Так Гораздо Круще Будет Потому что Когда они двигаются Они очень Такие Снайперы Они стоят На месте И стреляют Очень далеко Но Как только Они начинают Двигаться Они становятся Очень уязвимы Вот Поэтому Нужно Отбегать Кайстить Их Как-то Вот Что же Вы там Стоите Не стесняйтесь Главное За наемником Не прикроешься Очень большая Проблема Потому что Молнии Насквозь Бьют Так Подождать Что ли Когда у нас Отреденится Наемник Да нет Ну нафиг Дадим Пушин Так И вот Короткий Четвертый Акт Очень серьезно Затягивается Благодаря Таким Постоянным Напряженным Моментам Когда Устовой Гляди Убьют А ну Хотя Проход На следующую Локацию Нашли И то Хорошо Осталось Изи Еще Найти Вообще Будет Супер В общем Такое впечатление Что на той локации Там тоже Бернинг Соло Находится Или видимо Они с этой Локации Здесь просто Так стоят Рядом С лесенкой Очень удачно Наемник В принципе Не промах Если он Бьет Где-то Одного Двух Так Одновременно То Его не убивают Но когда На него Накидываются Большой Большой Толпой Это Довольно Таки Неприятно Ну что Убегай Ко мне Давай Когда поодиночке Остается Совсем Уже Ничего Не представляют Особенно Опасного Вот у нас И кончились Поушины Ха-ха-ха А этих Будет Ребят Еще Типа Просто Ну Поушин Я имею ввиду Ряд Один Кончился Другой ряд В принципе Можно сюда Переместить Чтобы удобнее Было На единичку Жесть Наверное Так и стоит Сделать Хоть Грейт Хеллинг И то Неплохо Вообще Я недавно Почитал Всякие Спойлеры Сейчас вообще С выходом Диабло 3 Все больше И больше Спойлеров Становится Много Всякого Интересного Выкладывают В том числе Выкладывают Мануал Так называемый Ну это Отдельный Мануал Который В общем-то Не имеет Отношения Напрямую К игре Но В этом Мануале Рассказывается Какие Будут Там Айтемы Какие Уникальные Есть Сетовые Другие Шмотки То есть Там Почти Полный Список Есть Нет Давайте Назад Немножко Откатимся Да Что-то там Напряженно Очень Уж не Извал Или Близко Так вот Я посмотрел Какие там Айтемы В общем Создается Такое Впечатление Что Айтемы В Диабле 2 Гораздо Круще Чем Они Круче Тем Что На Уникальных Айтемах В Диабле 2 Можно найти Действительно Уникальные Дисикат Уникальные Свойства Которые Не встречаются На неуникальных Обычных Предметах Которые В принципе Не могут Выпасть Вам Рандомно Такие Например Как Дамейдж Резюса Там Разные Ауры Паладинские Которые Добавляют Предметы Вот Всего Этого Там Судя по всему По крайней мере С релизом Точно Заставляют Чувствовать Себя Круче Когда Находишь Такую Шмотку Что Она Действительно Уникальная Это Не Просто Какой-то Еще Очередной Рандомный Предмет С заранее Заданными Дизайнерами Набором Характеристик А Что-то Такое Вот Реально Юник Мультишот Лайтинг Энхэнсед Бернинг Солы Да Тогда Будет Полный Лайтинг Орнич Их Там Просто Тьма Самое Главное Не вставать Под Сразу Несколько Ударов Одновременно Когда Через вас Проходят Несколько Молний Нужно Постоянно Двигаться Ага Я же Знал Что Это Дело В том Что Здесь Извал Где-то Рядом Находится Чуть Наемника Бьют А он Как-то Не Собирается Их Убивать При этом Так Осторожненько Двигаемся Вперед И там Опять Их Тьма Вот там Определенно Рядом С Извалом Свиты Всегда Ходят И Это Куча Разных Монстров В том Числе Уникальных А Вот он Изи Иди Сюда Мы С тобой Один На Один Сейчас По-мужски Разберемся Ну смотрите Поехал Как быстро Та И не скажешь Что какой-то Прям особо Толстый Монстр Ну Единственное Что Наверное Надо Все-таки Поушен Скормить Нашему Наемнику А то Мало ли Что Там С ним Случится Проседает Бедняжка Не к добру Это Все Ну что Ну что же Что же Он так Медленно Идет По-моему Я от него Отбежал Ну вроде Урон Гавнулся Отлично Там Ой дорогой Готов Почти Что Есть Лонг Сворм Выпал Сворд Фигня Полнейшая Это из набора Зинхарта Но продадим Просто так По крайней мере Че же добру То пропадать Филдплейт А че у нас там А у нас там Сигонская шмотка Мы ее не продали Ну да ладно Тироэль Был дураком Потому что Доверился мне Ты видишь Это был Я Который Сказал Диаблы Братьям Ко мне Душ И как Их Караптить Портить Это В общем Не важно Не успеваю Я считать Забьем Плохой парень Вылез из другого Плохого парня Рассказал всем Как он всех предал Ну а нам За это самое главное Дают сразу Два очка Целых два очка Куда же мы их Распределим Ну у нас есть вариант Либо в холи шилд Холи шилд Нам сейчас блока Не дает Только дефенс уже А зачем нам дефенс Потому что основные атаки У нас в общем-то Все равно элементальные По нам проходят Сколько у нас дефенса Давайте глянем 2840 Шанс того что Изуал ударит меня 72% Печалька какая-то Control Tower Говорит Близит Сокрывай тщательно Но в Д3 Будет новый перс Гульман Ага Ты знаешь про Гульмана Откуда про него узнал Вот Но Гульман Это вообще конечно Зверская штука Если кто не в курсе Есть такой художник Святослав Гуляев Который очень удержим Игрой создавать Компьютерные игры И Это приводит К довольно таки Клиническим результатам Я бы сказал Потому что Создаваемые им шедевры Они просто Сюрреалистичны Как по геймплею Так и по Графическому оформлению Продаем Все продаем Еще у нас там за кольцем Мана Мана нам уже сейчас Совершенно не нужна А poison resist Тоже Тем более Кольца у нас Довольно таки Неплохие есть И сигоновский набор Мы тоже продаем К сожалению Уже некому Будет одевать У нас почти что Все заканчивается Игра скоро Как скоро Вот-вот уже Близится Финал четвертого акта Близится Пятый акт Который пройдется Тоже у нас где-то За один стрим И что мы делаем Давайте закумимся Пушинами под завязочку Пушина вообще Хорошая идея Потому что У нас их постоянно Не хватает Сейчас мы стали Как сказать Бешеным Пить без установки А да У меня же портал был Так Где у нас есть В сети Водамнет И в Ривер Офлэйм Окей Все Отсюда можно Валить Уже Никаких Нету Надобности Нам вот Сулбернов Убивать Побежали Сразу В сети Водамнет Надеюсь Там хотя бы Сулбернов Не будет Это будет Натуральное Счастье Ну да Здесь просто Дамниды В сети Водамни Дамниды Нормально Так и должно быть Правильно Ведь Они правда Тоже бьют Лайтинг Атаками Но от них Во-первых Проще Уворачиваться Во-вторых Их можно То есть Танковать Наемником Потому что Когда вот этот Шарик ударяется То он дальше Никуда не летит И это довольно таки Неплохо Здесь нам нужно Найти выход В Реку огня Ничего интересного Здесь больше В принципе Нету Рядом с рекой Всегда находится Вейпоинт Поэтому с С вейпоинтом Тоже проблем Особых не будет Причем Вейпоинтов Здесь вообще Очень мало Всего два На весь акт Это во-первых Вейпоинт Который находится Рядом с самой Рекой огня И вейпоинт Который рядом С Хаусу Сенкчери Находится Его тоже Несложно найти Супермана Мана 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 Не нужна мне Мана Что вы вообще Дропаете Бессовестные Уз чемпионов Конечно Дропа будет Получше Определенно У нас Нашим Семидесяти пяти Резистом К огню В общем Все это не страшно Можно чемпионов Плюнуть Подходить К ним Вплотную Огребать Все равно Они нам Ничего не сделают Кстати У наемника Сколько резиста 59% Он тоже Уже неплохо Близится К двум третьим Шанс Не шанса А уменьшения А вот К лайсингу У нас резист Плохой Спасибо Лучше В сторонке Постаю Помогаем наемнику Издалека Сами не входим В близкий контакт С этим всем И бежим дальше Ну наемник В принципе Хотя бы Даже с учетом того Что у него хитпоинтов Не сильно больше Чем у меня Резисты даже меньше А дефенса И подавно меньше То есть У нашего паладина Дефенса Больше чем у наемника То есть У нас уже 3095 дефенса Какой шанс Что нас ударят 55% Что-то шанс Вообще не очень Дефенса Надо конечно больше С таким дефенсом Где-то Каждый второй удар Она попадает Милишной Нет Конечно У нас еще есть Шанс блока Это все замечательно Шанс блока Кстати Работает На различные Атаки элементальные Которые издалека Ударяют паням Но Я бы сильно Вообще не рассчитывал На все это Так Вообще Сама река Должна быть Где-то ближе К центру Наверное А не сбоку Поэтому Походить По периметру Скорее всего Даже более Хуже тактика Где там Наемник Кто замешкался Там Хуй Зараза Продолжаем Наше путешествие И В общем-то Оно довольно-таки Скучное Что не говорите Даже С теми Глумы С тем Какого С Ултбернами Было И то веселее Ну конечно Расслабляться Не стоит Внимание Славлять Тоже Потому что Помните Как я вообще Помер Если смотрели Амазон 3D Заболтался Что-то Иду себе Стою рядом С монстрами Которые В общем-то Вроде Меня особо Сильно Не бьют Тут Хоп Пара ударов И все Труп Раз мы играем На хардкоре То смерть персонажа Она фатальна Придется Либо начинать Все заново Либо просто Забить Причем С учетом Что у нас Это уже Последняя сложность Мы Почти Недалеко От самого Финала Начинать Заново Будет Довольно Таким Сложным Как психологически Так вообще Смыслу мало Будет иметь Поэтому нам Нужно жить А зачем Ты По периметру Уходишь В центре Переход Вот я Сам Не знаю Только что Задавался Этим Вопросом Переход В центре Зачем Ходить По периметру Иду Дальше По периметру Может быть Экспириенс Я хочу Побольше Найти Всякое Бывает Знаете Такой Экспириенс На свою Задницу Найти Тут можно В большом Количестве Так Лонгсворд А что у нас Угу А мог бы быть Какой-нибудь Лонгсворд С четырьмя Дырками Или скольки Там надо На всякие Разные Спириты И проще Вдруг Перфект Не скрафтится Потому что у нас Есть сейчас Меч Спирит В руках Меч Это рунное слово Которое Дает нам Плюс к Скиллам Скорости Каста И Всяким Другим Характеристикам Так вот Скорость Каста Здесь может Быть 35% Максимум Там Рандомно Выпадают Разные Шансы И 35% Довольно-таки Удобное Число Потому что Оно позволяет Некоторые Брейкпойнты Достигнуть Используя Там Ну конечно же Другие Предметы А так у нас Получается Что 34 Если мы Даже Соберем Там скажем 74% Скорости Тавера Побежим Вперед Бежим Куда-нибудь В центр Чудо у меня Такое впечатление Создается Что все-таки Надо будет Наверное Поднять Дамаг В ближайшее Время Дамаг Хоть и Большой Но Ага Вот оно Вот он Бейпойнт Вот он Спуск вниз Все Нашли Теперь нас ждет Хеллфорж И самое главное Как вы думаете Что мы найдем В Хеллфорже Потому что В Хеллфорже Можно найти Кучу всего Интересного Это могут быть Различные Крутые Руны Это может быть Полная фигня Точно так же С таким же Успехом И вместо Рун Скажем Каким-нибудь Там парочка Перфектных Камней И Эль руна И все Собственно Поэтому Это сродни Какому-то Такому Очередному Шансу Сыграть Испытать Удачу И если мы Испытаем Удачу И удача Нам улыбнется Все будет Отлично Мы сможем Какое-нибудь Крутое Рунное Слово Собрать Себе Хоп Нам Выпадет Векс Пул Скажем И из Векс Пула Вполне Можно будет Собрать Хото Хото Это Отличнейшее Оружие Которое Добавляет Там Плюс 3х Скилла Огромнейшее Количество Скорости Каста Резист И все Такое Дайс Ну бишь же Опять Минимум Хелл падает Минимум Неужто Минимум Насчет Минимума Вот Честно Я Провозами Не занимался Поэтому Вообще Типа Вопрос Что там Падает С Хеллфорж Обычно Не интересовался Да Ну блю Че поделаешь Беда Дайс Такой Дайс Люблю я Когда вот Такими Большими Толпами Не особо Быстрыми Подходят Да У нас Конечно Здоровье Упало Неслава От Хелл до Гул Говорит Падает То есть Векс Я насколько Помню Значит Нам не Светит У нас Есть Один Гул Можно Второй Скрафтить По рецептам Вместе Со вторым Объединить До Какого Нибудь Там Векса Да Он Неплохо Шанс Правда Того Что Упадет Нам Этот Гул Он Не Особо Велик Не Опять Я Что-то Неправильно Говорю Вот Так Вот Хе-хе-хе-хе Знаете Кстати CD Очень Неплохая А что Если Завтра Взять И Сделать Стрим Специально Под Фарм Просто Попармить На Стрим Во Все равно Нам Для того Чтобы В пятом Горде Справиться С древними Для того Чтобы Справиться С Баалом Потребуется Обязательно Что-нибудь Себе новенькое Шмота Приобрести Потому что Мы шмот не Меняли Уже Очень Очень Давно И он Нас Мягко Говоря Не очень Какой-то Такой Знаете Посредственный Секонд Хенд Из В общем Из бомжастника Поэтому Пофармить Вообще Идея Хорошая Побегать Там Скажем Несколько Часов Пофармить Какую-нибудь Андриэль Мефис А мод Позволяет Рунт и Крафтить А то Сангле Нельзя Грит Контрол Тавер Вот Это Я не знаю Есть По-моему Какие-то Моды На этом Должны Быть Я верю В Великая Диабло Мод Комьюнити Которая Должно Было Что-то Придумать А то Как же Иначе Орд руна Выпала Совершенно Не нужна У нас Таких Орд рун Просто Тьма Мы Уже У левиных Рун Насобирали Огромнейшее Количество И сейчас Их просто Пропускаем Точность Так же Как и Камни Различные Которые Казалось Почет Я не Поднимаю В принципе Можно Знаете Зачем Камни Поднимать Чтобы Продавать Все-таки Денег Некоторых Они стоят Ну и Почему бы Нет Во фарме Неф Овер Триста Раз Прям Как Старый Добрый Визард Спайк И ты Куча Краба Проданного Акари Говорит Контрол Тавер Я Сделал Эксперимент Я Запустил Одного Читерного Персонажа Сорку На боте Фармить Мефа Нон-стопом Вечером За 4 часа 200 ранов Сделано Было Ну и за 4 часа Может быть 3 там С половиной За это время Был конечно Найден И Бизард Спайк И некоторые Другие Предметы Но Это бот Это нечестное У нас этих Предметов Не будет Вот Но эксперимент Такой Довольно-таки Забавный Был Он показал То что За 200 ранов Почти ничего Интересного Не находится Потому что Ну что я там Нашел Всякую ерунду В основном Все что на продажу Можно только Отправить Что-то там Опасные Монстры Какие Чуть Я еще не ушел Все же в сундуке Пусто Откуда море камней И рунгарь Пикало Но они все Сброшены На других персонажей Там через атом Перекинуты Вот Так что Если у меня В сундуке Пусто Это не значит Что у меня Нет предметов Предмет есть Они просто Сундуки не хранятся Стандартная схема Мулинга В общем-то Ничего Такого Необычного Вообще Близзарды Конечно Зло Они собирались В 13 патче Вот Перевыкотом 13 патча Там столько Всяких Помпезных Обещаний было Типа Мы расширим Сундук Будет огромный Сундук Все такое А потом сказали А нет Знаете Не будет У вас Огромного Сундука Закатывайте Губы Все дела Вот так Вот В общем-то У меня есть чувство Что Хеллфорж Где-то здесь Поэтому Мы сюда Пойдем Плеера В фанстримах Нету Как так Как-то Нету Плеера В фанстримах Это еще Это я Давайте Глянем Да Действительно Ченнел Статус Лол Какой Я вообще Дайс Ну ты Краб Дайс А то Я единичку Не выставил На включение Стрима Там есть Поле Такое Включен Стрим Или нет Там 1.0 Очень удобная Штука Вообще Слов нету Ну-ка Появились мы Да Диабло 2 С дайс Мастером Все дела Все Спасибо тебе Перф Это вообще Просто Эпик был Почему ты Не варишь Руны Говорит Пикало Ну потому что Сварить Действительно Выскоуровневые Руны Дально сложно Нужно очень много Низкоуровневых Рун А для того чтобы Сварить Какие-то Действительно Крутые Руны Ну точнее говоря Сварить просто Простые Руны Их нет Смысла Варить Близ Ведут Мулов Но будут Больше Хлам Хранить Который Не пойдет На продажу А будет Место Там В базе Отгибать И поэтому Типа Всех Лесом Отправили Левая Отмазка Сгласитесь Правда Игре уже Столько лет В нее играет На самом деле Не очень много Людей И такая Вот Вида А я думаю Почему Зрителей Мало Оказывается Вон оно Что Вот в чем Дело Плееров В фанстримах Нету Полный Антас Конечно Вообще Ну ничего Вроде мы Недалеко Убежали Пока что Еще только Извал Убили Так что Все отлично Хорошо Здесь хотя бы Как она Главой Молоточки Пролетают Они не ударяются Об эту Границу Плеер Добавил Двое ушло Говорит Control Tower Действительно Знак протеста Типа Мейнстрим Как все Стримишь В фанстримах Вместо того Чтобы сурово Нажать На один только Твич Без каких-либо Там всяких Разных SK2TV Не хардкор Одним словом Надо стримить По хардкору Так что Вас невозможно Было найти Представляете Сидите В один Где-то Стримите На какой-то там Уныло Никому неизвестный Сервис Зато Можете сказать Да У нас стрим Не для всех А только для Самышней На есть элиты Блан Что-то Дайс Расфантазировался Завьем на это Что-то я не вижу Этого Халфоржа Возможно В другом направлении У нас вот здесь На карте Была развелочка Вот тут вот Сюда можно было Пойти Возможно Халфорж там Потому что Он обычно Как раз В самом начале Какой-нибудь Такой развелки Находится Диабло 2 Заживает последние дни 15 числа Д3 его прикончить Говорит Влад А то Конечно Так и будет И поэтому Мы стримим Д2 Проходим На хардкоре Заметь Не просто Как-нибудь Одна жизнь Одна смерть Уже угробили Двух персонажей Но все-таки Смогли Вот этим Пеладином Дойти до Хэлла Датской сложности Сейчас мы находимся В четвертом акте В общем-то Мы довольно-таки Недалеки от того Чтобы пройти игру Но с каждым шагом Нам становится Все труднее идти Потому что монстр Становится злее Больше Нас бьют Тяжелее Пробиваются сами Куча различных Всяких страшных Уников появляется Которые нас пытаются Заломить на ровном месте Постоянно А шмот не хочет Падать Почему-то Хороший Дозрительная ситуация Правда Почему бы это Наверное К тому что мы Не задросим По 24 часа В сутки И не занимаемся Фармом В промышленных масштабах Что без фарма В промышленных масштабах Реально здесь Преодеться Очень сложно В этой игре То же самое Будет и в Диабле 3 То есть Что я хочу сказать Что у нас Очень велика Вероятность Толом Что В Диабле 3 Как сказать Будет еще даже Большие задросства Чем в Диабле 2 Что будет требоваться Гораздо более сложные Тактики Различные Дольше придется Фармить предметы Хорошие Самих предметов Хороших будет Сложнее найти Почему Потому что Больше рандома будет Здесь можно выбить Какой-то конкретный уник Он всегда такой То есть он не меняется Особенности Но есть там на униках Там бывает иногда Характеристика Со стальки до стальки До процентов резистов Например Со стальки до стальки До дамага То есть нефиксированное число Но всегда есть этот дамаг То есть не бывает Что там дамага Вот скажем На каком-то Мече дополнительного Не было То есть что он Либо есть Либо нет А в Диабле 3 Там будет очень много вещей Даже уникальных У которых Добавляются рандомные характеристики То есть любые могут На них заспауниться Не только те Что на них вот указаны И всегда существуют Ну плюс что-то такое У вас может выплатить Какой-нибудь там Талраш амулет На котором плюс дополнительно Будут резисты Или не будут резисты Или у вас там вдруг На этом Талраш амулете Появится там бонус К сорковскому Не к сорковскому А скажем там к жизням Или не появится он опять-таки И тем самым Найти хорошую шмотку Будет гораздо сложнее Потому что само по себе Еле ровно Это просто смешно Само по себе Вот это разнообразие шмотка Оно будет гораздо больше И найти что-то хорошее Будет труднее В результате Среди общего Хлама И мы наконец-таки Дошли до Ривера о флейме Значит нам нужно идти В обратную сторону Бежим туда Где мы Только как раз развилку Встретили И там определенно Будет хеллфорж Это уж инфа 100% Я подозревал Что туда надо идти Но ладно Чё как-то не очень Тогда будет Говорит контрол тавером Окажется создавать Игру о Мара 30 Да вот так вот Создавать игру О Мара 30 Не надо будет Всё будет выкладываться На аукционе А на аукционе Вы сразу будете видеть Какие шмотки Характеристики Вы по ним Там даже искать сможете Легко и без проблем Не надо забывать Про великий аукцион Который Близзард Вводит И ради этого аукциона В общем-то Они видимо Как раз всё это и делают Для того Чтобы больше была Вариативность На аукционе шмоток Чтобы можно было Не просто продавать Одинаковые шмотки Там сотнями И люди бы конкурировали В том что Они продают Там допингуют Ценами Да А что люди бы Конкурировали Именно в том Что кто-то Лучшую шмотку Нашёл Что одного Она хорошая А у другого Просто отличная А у третьего Супер Это Диабл 2 Лот 1.13 Да Райдж Это именно оно Так Как бы 3 Не разочаровало Да Если опять Фарэ Валлон Говорит Ромен Почему Фарэ Валлон А без Кнаклса В смысле Ну всё Кнаклс решил Что не будет В кооперативе Проходить Диаблот И начал проходить Лол Лигу Легенд Видимо скоро Там дойдёт До финала Плюс ещё проходит Как его Спейс Рейнджеров Ну а мы конечно же Решили дойти До конца Диабл 2 Потому что Нельзя бросать Проекты на полпути Обязательно Нужно завершать Всё Ибо это неправильно И вообще Как-то Сейчас как раз Самое-самое Такое время Когда Диабл У нас Новая должна выйти В преддверии Собственно этого Мы обязательно Постримим вторую Потому что Её время уходит Я думаю Желающие Которые Хотят посмотреть Как это было Как можно пройти На хардкоре Диаблот Будет достаточно Вот так вот Дайс А ты задумаешься О светлом будущем Своего дела Партнёрство с Ютубом Например Партнёрство с Ютубом Требует огромнейшее количество Просмотров регулярно Да Партнёрство конечно Это хорошая идея Я согласен Но вот Если у нас регулярно Будет хотя бы там На Твиче Человек по 400 Смотреть нас Потому что там Предыдущий стрим Там 500 человек смотрело Предыдущий Там где-то 300-400 Вот И Если такие цифры Будут более-менее Держаться как-то Ну что вряд ли Конечно То У нас будет возможность Заключить партнёрку С Ютубом Этим какой С Твичом И возможно там С Ютубом Если будет много просмотров Но всё это Как сказать Это такое дело Знаете Ну это вот Севетом На завтраке Там хватит Купить пару раз Какие-нибудь Я не знаю Хватит на баночку С чего-нибудь Прохладительного Нет-нет Не пиво Потому что Заработок там За тысячу показов рекламы Вам 3 бакса дают В этих партнёрках Твичовых например И вот у вас Так Это что у нас Резист фаер Резист фаер нам не нужен Представьте себе Сколько нужно Собственно стримить Для того чтобы Хоть что-то зарабатывать Такое Чтобы это ощущалось Как деньги А не просто Как Какие-то такие Совершенно смешные Непонятные Циферки Которые не имеют Никакого смысла Вот так вот Сейчас 80 Говорит Крэзи Валент Но это сейчас Да У нас была большая Очень ошибка Я в самом начале Когда запустил стрим Забыл запустить его В фанстримах И естественно Собственно Никто нас не находил Поэтому не видел Ничего Сейчас раскащигарим Всем дело пойдёт Дай скажи своё мнение О Д3 В сравнении с Д2 Спрашивает Влад Мнение в Диабло 3 Очень много Хороших изменений Сделали Просто тьму Но есть что-то Что меня расстраивает Канва Канва Ребята Чё он там Экстра Cold Enhanced Так иди сюда Наёмник Наёмник Быстрее Спасаем Давай Давай Держись Ух Готово Убили Правда потратили Немножко фулл Режёвок Зато Hellforge Hammer Сейчас возьмём Это получается Если ты будешь На включ Будешь Не включишь Свой стрим На пяти компах И будешь Жать f5 То можно заработать Говорит Crazy Walling Нет Нет Там конечно Подсчитывается Что с разных Айпишников Всё это делается Технически Естественно Все эти моменты Продуманы И проработаны Вот То есть Если про партнёрки Говорить То это не всё так просто Там Устроить ботнет Который будет тебя смотреть Это конечно Довольно забавно Да Сделал как один Японец Который стримил 20 часов Говорит Input Dima Ну надо стримить Просто как Торнис Реально Вот Торнис Он чем взял Он сразу же стал стримить Там по куче часов Постоянно Регулярно Каждый день Причём игры Заметьте Те которые другие люди Не стримят Вот Нифига себе То есть Миллион просмотров Это 3000 паксов Ты знаешь как Миллион просмотров Добиться У меня просмотров Всего за всё время Где-то в районе 60-70 тысяч Вот За всё время Пока я стримлю То есть Никакому миллионе Там вообще не идёт речи Вот Анклав Да, Анклав правильно делает Он стримит подолгу Он стримит интересные игры И в принципе Довольно забавно комментирует Чё людям нравится Я вижу это Так вот Насчёт мнения моего Диабло 2 и 3 Я только начал разговаривать Об этом И мы немножко прервались И вернёмся конечно Ко всяким этим партнёркам И прочему Сейчас только защитим Вот эту вот местность Так вот Диабло 2 Хороша тем Что там очень многое Сделали удобно Там удобная Система поиска игр Там удобная Система аукциона Там удобный интерфейс Там удобная карта Там очень классно Что Вообще Как сказать У вас есть возможность Крафтить вещи Крафт вообще просто Супер штука Это отличная идея В сравнении со всякими Рунами И рецептами в кубе Это гораздо более Правильный И последовательный Способ Себе какие-то вещи Находить новые Так вот Есть и минусы Очень большие Минусы заключаются в том Что сделали Со скиллами И с рунами То есть изначально Планировалось сделать Скиллы так Что они Вот и кончился у нас пояс А я так надеялся Что он будет вместе с нами Еще долго Скоро пояс у нас сломается Он эфирал Его нельзя починить Хнык-хнык А нет ли никакого Рецепта Который эфирные вещи Может чинить Вот эти вот эфирал По-моему Нету Насколько я помню Так Ладно пояс Мне будет тебя не хватать Что делать пацаны У нас колд резист И пояс на резист Упадут Ну ладно Колд резист я переживу Но главное Файрл и лайтинг не упадут Дум говорит нету Ну да я помню Что есть рецепт Вообще просто на починку вещей Но вроде бы он не работает На вот эти вот Эти которые не чинятся То есть они даже рецептом не чинятся Все вроде тут все зачистили Теперь можно активировать Хеллфорж Положили туда наш Камень Ну точнее говоря Мефистовский камень душ И Момент истинный господа Что сейчас выпадет Гулруна Иди ко мне родимая Прекрасно Гулруна выпала Видели Две гулруны Во что нас объединяются Давайте глянем Так Диабл Ту Рунас Диабл 2 Рунас Два гула Векс объединяются Но это лазеронли Насколько я помню Да То есть там нужно Две гулруны Синий Как его Да Векс они объединяются Ну не знаю Посмотрим У нас один гул есть Один гул мы выбили Прямо в самом начале Хелла На первом акте Чисто случайно Камешки взбери Продождаю Сейчас все заберу Ну в общем то Это хорошо конечно Что мы гул нашли Если нам удастся Его векс объединить Нам остается только Пул найти И с пулом При наличии пула Я смотрю Смогу хато собрать Правда не знаю Где пул искать Совершенно не представляю Себя даже Камешки Что забрал Мне еще Топас не забрал Все Если надо Руны ворды Мне тут линканули Срубатлнет Ссылочку Да нет У нас есть Отличнейшая штука Такая Диабло Вики Диабло 2 Англоязычные Там вообще всего Очень много Все очень подробно Хорошо оформлено Поздравляю Герой Да спасибо Я знал Я знал что я крут Вот вы мне это подтверждаете Да я прямо сейчас Фармстрим С рассуждением Диабло 3 Говорит Перф Можно вполне Сделать Рассуждение Диабло 3 Это конечно Забавно Потому что она Как я уже начал Говорить Во многом Конечно хороша Меня немножко Расстроили Некоторые изменения Лайф Колд резист Ооо Вот это хорошо Вот это я Вот это я ценю Это хорошо Это хорошая Штука Потому что у нас Колд резиста Теперь все таки Хотя бы побольше стало Он тоже нужен Хотя это не самый нужный Резист Вруби бег А да Я вырубил бег Случайно Так Что у нас еще есть У нас по-моему Тут что-то было Да вот Гулруну Сохраним сейчас Обязательно Здесь в стэше Чтобы случайно Там Ну в общем Не мешала она нам Что-то Привет Дайс Привет Слэвер Здравствуй Мы уже в 4 максе Находимся Здесь уже почти Близко к Диабле Больше всего Мне случает Конечно Лайтнинг резист Количество наших жизней Куда деваться Может хотя бы Уровень получим Да нет Вряд ли Уже не вариант Бежим 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 В реку огня Мне кажется Пишет Ромен Что все раскладывают Вещи Как у тебя Книги и руны В правый угол Остальное разбросано По рюкзаку Ну вообще Вообще Куб должен быть С этой стороны Чтобы быстро В него кидать Можно было Все что вы подбираете Книги не нужны С этой стороны Тут вообще должно быть Свободное место На самом деле Чтобы можно было Сюда вещи складывать По идее Даже куб Не особо нужен Потому что Когда вы подбираете Шмотку И кладете ее В инвентарь Там скажем Вот с альтом Зажали Что-то смотрите Все таки нужно Здесь свободное место Иметь Плюс Вообще Книги Не важно Где находятся Потому что Потому что Не всегда доступны По ходке Я жму F И у меня На правую кнопку Включается Сразу портал Свиток Я в принципе Не использую Том через мышку Здравствуй TheFateless Doom говорит А мне слева Порты Куб Да вот слева Наверное Даже более правильно Синтакль говорит Ты же говорил Что исключительно Кооп в D2 играешь Ну мы играли Кооп Но все закончилось Тем что Кооп кончился Надо как-то Завершать игру Нельзя же просто Взять и прервать Там наше прохождение Остановиться Вот Поэтому приходится Добивать сингле У нас паладин Он в общем Довольно такой Сильный мужик Он и без всяких Баб справится Ну в смысле Я имею ввиду Там волшебницы Осталось полтора акта Чтобы ты прилипнулся Говорит Лекс Я рипнусь Наверное Где-то Либо на Диабле Либо на Древних Либо на самом Баале Точнее говоря На его миньонах На Листерин каком-нибудь Вот это самые такие Вероятные места Где у нас может быть рип Поэтому надо быть осторожней Сараться Привет, Дуфман Народ, где можно будет купить Д3 15-го числа Диаблу 15-го В интернете Исключительно Различные интернет-магазины Есть О, HelloNox Пишет, что Приятно видеть Диаблу 2 Столько лет не играл А мы играем Так, кстати Для всех, кто присоединился Потихоньку начали люди К нам все-таки Приходить После того, как я решил Такие запустить стрим В фан-стримах До этого у меня был Маленький такой фейл Я чуть-чуть постримил Забыв о том, что надо В профиле там В фан-стримах Поставить единичку Ну да ладно Так вот Всем, кто только Поключился И тем, кто не видел Моих предыдущих прохождений Я сейчас играю На хардкоре То есть это Одна жизнь Одна смерть У нас очень-очень Как сказать Он должен быть Живучим паладин Поэтому я стараюсь Вовсю качать Там блок Качать Этот как Арморна Жизни Резисты Вот Плюс, собственно Мы уже сейчас Находимся на Хелле Это последняя сложность Мы недалеко Находимся от того Чтобы наконец Покорить Диаблу На хардкоре Но Все может произойти В любой момент Надо быть настороже Надо стараться Проходить осторожнее Да, если ты мне игно Ишь, говорит Варак Здорово, Варак Нет, конечно Так Вот эта система скиллов Тыкает одну кнопку Явно не лучше Системы Д3 Имха Имха Шури Че? Крэпи Какое Шури? Что такое Шури? Варак говорит Скиллы ты еще не планировал Перераспределить? Нет, нет, нет Не планировал Сколько ППЛ? Играли мы на Найтмаре И на нормале На 8 ППЛ Но когда я зашел на хал 8 ППЛ показалось В общем-то Довольно-таки излишним Потому что Есть проблемы С 8 ППЛ Во-первых Они не так нужны Для того, чтобы Получать уровень Потому что на хале И так уже В принципе уровень у нас есть Скиллы у нас имеются И скилл не так сильно Влияет на их уровень На то, насколько мы быстро И безболезненно пройдем А то, что монстры Нас почти с первого удара У меня Вот Это реально плохо Имба Плазин Говорит Лавинка Ну а что? Да Плазины Они всегда такие Приходят В имя добра Всех В общем Убивают Народ Ну а сколько? А, это я уже читал Я СК-2 прошел Пишет Ромин Там хоть смайлы есть Какие смайлы? Непонятен для меня Вот этот комментарий Немножко Что-то я вот Как-то не совсем Самое главное Нам в милинии Неси Может если мы будем В милии огревать У нас пояс вообще Кончится Станет красным Потому что пояс у нас Не чинится И Как бы это не было печально Придется его заменять На старый Который хуже Такие вот дела Близзы просто Очень сильно любят Паладинов Говорит Крэйзи Валенок Что в Диабле Что в Вове Ну они решили Что в Диабле 3 Например Паладинов не будет Вот так вот Жаль конечно Потому что Какая Диабла Без Паладина Ну должны же быть Воины Света Которые там Во имя добра И справедливости Скорки Лопыч-пыщ За свет бубром Вообще персонажи В Диабле 3 Довольно забавные Они конечно Кажутся немного Оригинальными Но во первых Два персонажа Перекочевали Старых игр Варвар точно был В Диабле 2 А Визард Ну это почти Старство 40 Только название Немножко другое Вот Вич Доктор Реально укуренный Какой-то персонаж И он не похож На некромант Серьезно Некромант Был более Каким-то таким Серьезно Харизматичным Мрачным А Вич Доктор Скорее веселый И озорной Поднимает Всякую нежить Превращает Вызывает Каких-то Лягушек Там Зомби Совершает Какие-то Карабатические Трюки Цирковые Просто Натуральная Какая-то Такая Шиза На экране Творица Слада Жижи Говорит Там эту функцию Выполняет Охотник на Ведьм Вич Нет Не Вич Хантера Там нету Там есть Демон Хантер Охотник на Демонов Какую функцию А это Паладин Только без Пафоса Нет Это не Паладин Паладин Он должен За все это Добро Быть А охотник На Демонов Он Сам Довольно-таки Такой Темный Демоничный Какой-то Там Есть Монах Да Монах Наверное Ближе К Паладину Чем Все остальные Какой-то Паладин Давайте Признаемся Скорее Рога Монах Больше На Рогу Похож Реально Это Смесь Из Роги Паладина Такой Какой-то Брид Сейчас Нас Тут Будут Проклинать Ой Будут Ну Нам В общем Торопиться Некуда Правильно Можем Совершенно Спокойно Тихо Медленно Идти Через Два Года Будет Д3 Лот С новым Городом Имперос Обязательно У них Запланировано Два Дополнения То есть У них Будет Через Два Года Одно Дополнение Еще Через Пачку Лет Еще Одно И В общем Они Хотя Вряд Ли Ну По крайней Мере Шмот Может быть Поинтереснее Станет Появиться Старая Станет Вообще Совершенно Никому Не нужен Отойдем На более Открытое Пространство Потому что Сражаться В коридорах Паладином Это вот С Хмердином Натуральная Просто Какая-то Жуть Постоянно Неудобно Ничего Не говорите И в одном Из дополнений Ведут Паладина Да И Некроманта Да нет Конечно Паладина Наверное Не ведут Все-таки Маловероятно Скорее всего Это знаете Как у любого Разработчика То есть Это другая Команда Разработчиков То есть Диабло Разрабатывали Одни люди Вторую А третью Разработают Совершенно Другие люди И у них Естественно Своё видение Они не хотят Просто Под копирку Делать То же самое Что было До этого У них Нет никакого Желания Создавать Те же самые Классы Но вот С Варваром Конечно Был провал Эхехе Это Это мазохизм А что Мазохизм Привет тебе Арвал Бьют нас Физик Дамагом Вот эти вот Костяные души Насколько я помню Да Что вроде Не магия А физик Вулрон Нет интересно Пишет Варг Как Диабло Бить Учитывая Что ты Мили стоять Будешь Он же Молнии больно Делает Фигу вернешься Придется Его кайтить То есть пару раз ударил Отбежал Пару раз ударил Отбежал Ну в общем Жестко будет Очень тяжело Сёк со звуком Говорят Если у тебя нет звука То проверь Там у тебя Включен ли сам звук И перезагрузи Если что Плеер Знаешь Где можно найти Какие-нибудь гайды По Д2 Если можно На английском Где можно скачать Такую же версию Д2 А то искала Всякие какие-то нити Ну Насчет версии Д2 Нет Точнее говоря Гайдов Вот сейчас Я порекомендую Отличнейший сайт Там находится просто Огромнейшее количество Разных гайдов Ну точнее говоря Даже не сайт Это самый крупнейший Форум по Диабло Второму Вот И сейчас ссылочку Где-то Запилю Привет Дайсмастер Говорят А не видно Куда вставлять текст О Вот по этой ссылочке Там есть куча Различных гайдов По всем героям Обсуждений Всё В общем На английском Всё просто супер А не Не на английском Тьфу ты блин Вот я привыкаю к тому Что я всё делаю На английском Всё читаю на английском И мне уже вот Когда я читаю Даже чужие комментарии Не то видится Извиняй Эзик 12 Но если не на английском То честно говоря Даже не подскажу Сейчас Вообще английский Пользуйся Хоть к минимуму Гугли транслитом Хотя бы Крэзи Валент Говорит Если я буду играть То минимум за варвара Либо за визора Да остальные какие-то Психи и наркоманы Ну вот Вич доктор Реально псих и наркоман По-моему там Единственный псих и наркоман Потому что Как его Монг Он просто наркоман Он не псих Ну что это такое Что это за монах Который кидает Гигантский колокол Потом по нему лупит И Всё-всё-всё Наемникам не верните Прибежало Тут куча всяких разных Что-то на носко стануло Я даже не знаю что вообще Я не помню Что это за проклятие Будем их вот так вот В переходе здесь Поодиночке Гримхелм Ну оставим на всякий случай Вдруг что полезное Конечно плюс скиллам Там не будет Но хотя бы денежка какая-то Шик трав Пас попался какой-то Так-так-так Наёмничек Спокойненько Иди сюда Фига себе Зло-то какое бегает Ладно Ты подходи ко мне Не бойся Сейчас угощу Всё Готов Вот так вот Сдался почти без боя Скажите как работает Magic Find На мерке в Diablo 2 С моим стекается Когда я добиваю А Diablo 2 На мерке Magic Find Работает следующим образом Когда мерк добивает То к вашему Magic Find Добавляется Magic Find Мерка Если добываете вы То используйте только Ваш Magic Find То есть в принципе Добивать босса В этом смысле Конечно выгодны меркам Но это довольно геморно И далеко не все билды Используют мерка Постоянно Вот Ну то есть В мерках такого Который действительно дамажит То есть в основном Ты используешь мерка Там для аур То есть для бонусов А в остальном Он особенностей не нужен То есть ему самое главное Чтобы он жил А не дамагал Вот так Почитал Зов Ктулху И там действительно Атмосфера XCOM Говорит Пикало Именно вот В XCOM 2 В котором Terror from the Deep Там атмосфера Ктулховская Потому что там Просто очень серьезно Вдохновились Скажем так Разработчики Вот этими мифами Ктулху Если что посмотреть У нас отличнейшая Есть серия вводов Но у меня Вместе со зрителями Конечно же Мы вместе проходили XCOM Terror from the Deep У нас была команда Составленная из тех Кто вместе с нами Смотрел игру Было очень интересно На ютюбе Есть все воды Рекомендую еще Посмотреть Возможно у нас Через некоторое время Будет еще один сезон XCOM 2 Потому что у меня есть Ооо Amplify Damage По-моему от Amplify Damage Нужно бежать В страхе Так Ховнет Нашего наемника Там Потихонечку Скоркорного персонажа Папка с сейвами В игре же есть Сохрани папку На память перед Диабло Говорит Авраэль Нет Никаких на память Ничего такого Подобного не будет А потом Когда сохранишь Сразу же возникнет желание Заново поиграть А же нельзя же Че же вы не дохнете Ребята Поэтому либо жив Либо мертв Других вариантов У нас нету И память Она знаете Как сохранится В виде такого Силуэта Закутанного в капюшон Который В общем Как какой-то странник Такой темный Уходит вдаль Из этого мира Персонажи-то Сохраняются сами Себе Просто им поиграть Нельзя будет Вот и все Так Народ Какая руна Выпала на кузнеце Гул руна Да Гул Еще у нас гул Второй появился Теперь у нас два гула Мы можем в принципе Попробовать векс объединить Я уж не помню Там работают Вот эти На гул руна Такие высокоуровневые Рецепты в сингле Но надо проверить Если работает То будет круто У нас будет векс Остается только пол найти Ну для того Чтобы хот его собрать Я секундочку сейчас отвлекусь Так Так Вернулся Будет ролло Если тебя Лорд Де Сиз Залонит Это тот Который На самой последней Пещати А Который На верхней Пещати Появляется Так Да Ничего Мы его Сами Залоним Без проблем Что ж Не убиваясь Это Некоторая Вообще Беда Какая-то Так Скролл Заюзаем Мана Столь Инперхит Совершенно Фигово Какой-то Амулет Выпал Ну надеюсь Хотя бы Продам его Привет Дайс Привет Лаита Привет Тебе Ну как Намекаешь Что ты Либо жив Либо умер Других Вариантов Нету Правильно На боль С Диабла Не будешь Читать Разговаривать Нет Вообще Буду молча Все делать Буду Знаешь Так Сурово Как Настоящий Хардкорщик Чипит Аметист Знал же Надо было С собой Какой-нибудь Носить Камень Хотя бы Денег Получил С этого Вперед Сильно Не бежим Как Замещаем Кого-нибудь Сначала Врезаем А уже Потом Только Бьем Следующих А ну Вот Сняли Это Проклятие Другое Повесили Придется Немножко Помаковать За наемника Потому что Ему там Туго Приходится Надо же Помогать Бедняге Он Несамостоятельный Такой Аллайд говорит Тебе моя девушка Любит смотреть Ну и Замещательно Нафига Зод нужен Там всего одно Слово И то Сомнительное То Бот То вообще Неплохое Слово А сам Зод по себе Самая краповая Руна Из хай-левелов Потому что Она не используется Почти нигде Никаких бонусов Хороших не дает Например Чам руна Отличнейшая руна Она can be frozen Дает Она сама по себе Может быть Вставлена В какой-нибудь Предмет Даже без проблем Вот А зод руна Да фуфло Конечно Полнейшее Что не говорите Но Выбить шанс Конечно Выбить эту руну Довольно Низкий Так Встаем В углу Фнатизм Все дела Ребят Вы ни о чем Я знаю Все Вот ваш Лорд Дэсис Акинуп Умер просто Почти сразу Блин Я пропустил Третий акт Говорит Флаг Флаг Точнее говоря Есть Воды Смотри Воды Ютуб Или твич На выбор Случай Если что Внизу Есть Да Запомни Лучшее средство Против Диабла Это Альтап Говорит Эмодиум Да Я знаю Конечно И буду с альтом Все время Бегать Смотреть Не выпало ли Что из Диабла Не выпало ли Что из Диабла Чам Азот Самый дешевый Словах Так что Я вас Немножко Дезинформировал Ну вот Че Очередная порция Смертничек Убегает Самое главное Еще не отъехать На тех ребятах Хаоснайтах Которые уникальные Заспауниться С вот этой печати С последней Самое главное Морально Подбортовиться С битвой Диабла Потому что Нужно Так сказать Сделать вдох Выдох Прочитать мантру На то что Я не боюсь Я побежу Зло И отправиться Со свежей головой Скажем так Убивать зло Что ж Наемник Какого нет Да Что-то Прямо А ну да Конечно Как на всяких Проклятия Понавешают Сразу очень тяжело Становится Реально Потому что Наемник Даже Просаживается Быстрее меня Как ни странно Чем используется В Думе Ну Дум Да В принципе Штука не самая плохая Но Не то что Прям реально часто Используем Импо Скажем так Самые основные Руны Это те Которые нужны Сорке И Паладину Потому что Сорке И Паладин Это два основных Как сказать Типа персонажей Которых Можно встретить На батлнете Так Что нам делать Как нам быть Потому что Нас сейчас Загонят В угол И мы Отсюда Не выберемся Два портала Было бы Конечно Круто Начальник Не отвлекайся При битве С Диабла Да Конечно Не буду Нужно Смириться Что ты умрешь Говорит Архимед Нет Я не умру Я буду жить Я верю в это Надо верить Через портал Убегай Ну и да Возвращаться назад По Риверу В флейм Вполне Конечно Вещь Так Скажите Себе Хорошая идея Так Сначала Вот эту Печать Откроем Так Они по-моему С той Спавнятся Да Отлично Ставим портал И по Риверу В флейм Возвращаемся Если меня сейчас Загонит В угол Я просто Реально Подохну Включаем Чарж Есть замечательный Скилл Такой Паладина Топ Топ Слоники Побежали Побежали Слоники Можно сказать Сорка С телепортом Отдыхает Скорость У нас тоже Очень даже Ничего Привет Дайс Удачный Диабло Лови Плюсик Гритаржет Спасибо Удача Нам очень Понадобится Без задачи Вообще Никак Ну чё Всё Добежали Так Раскручиваем Молоточки Эй Какие Молоточки Сейчас бы Зачаржился Нафиг Отходим Регрупп Токсический Так На открытую местность Чтобы молоточки Вовнили Ещё чуть-чуть Назад Кайтим 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 Телепорт Офигеть Зараза Какая С телепортом Это опасно Довольно Есть Убили всех Всё Сейчас появится Диабло Должен По крайней мере Да Вот начался Ивент Гром Гремит Земля Трясётся Мастер Привет Говорит Сапожник Привет Тебе Всем привет Кто к нам присоединился Сейчас момент Истины Мы будем Убивать Диабло Диабло Будет нас Пытаться Заовнить Значит Что нам нужно Сделать Нам больше Нужно Вот этих Поушенов Взять Вообще Вот эти Все Выкинуть Нафиг Заново Возвращаемся Через портал В город Берём Сейчас Все эти Поушены Вот эти Вот Поушены Именно И Закидываем Сюда Потому что Реджувы Полные Нам Нужнее Всего Сейчас Будут Конечно Нам бы Ещё Не помешало Дофига Каких Нибудь Жизни Какой Нибудь Call to Arms Ну Чё Поделаешь Чё Не Ладно Говорит Пёрф Да Ладно Стерка В отличие От полского Стены Прыгает Нужен Инфинити Мерку Иначе Ему На Клайтнингу Запарить На Хэле Клайтнингу Какому Лайтнингу А Это Вы Насчёт Сорки Что Ли Ясно У тебя Денег Нет Думаешь Что С наёмником Делать Будешь Я Буду Без Наёмников Я Буду Бедная Несчастная Утка Или Вот Шапку Парадам Андрей Или Ровен Фрост На Худой Конец Ну Тоже Вариант Правда Ведь Так Сделаем Парочку Рядов Вот Таких Поушен На Тоже Случай Если Не Наёмника Буду Отпивать Вот Этими Банками Чтобы Он Оставался Живым Как Только Они Закончатся Я Буду Возвращаться Вот Такая У нас Тактика Будет Как Я Вовремя Пришёл Говорит Дигерт Правильно Действительно Надо было Засейвить Колечко На Лайтинг Резист Ну Как Сказать Как Сказать Да Возможно 109 тысяч Ещё 60 Нам Где-то На 3 Ревайва Есть Денег Или Может Быть Даже Нет На 4 Конечно Не Хватит Нет Почему Может На 4 Хватит Вполне Ревайва Главное Быть Осторожней Вруби Хардкор Метал И Вовне Диабло Нет Это Надо Сделать Без Всяких Отвлекающих Эффектов Стример Что скажешь По поводу Что паладинов Нету В Диабло 3 Ну И В общем Фиг с ними Все что я скажу А чё я ряд красных Не убрал На всякий случай Если меня не сильно Будут пробивать Будут сначала Красные пить Привет Дайс Говорит Эролин Привет Тебе Починись Починиться я не могу У меня пояс Почти что сломан Но он Видите Этерол Cannot be Repair То есть Он не может быть Починен И Сколько бы я ни чинился Собственно Лучше от этого не станет А ты записался В марафон Нет Я в Диабло 3 играть В ближайшее время Не буду Так что Диабло 3 Будет пока что У меня только В виде просмотра Стримов Диабло ударит С руки И пояс Отвалится Начинается Паника И гг Науре Все На время Я прекращаю Что-либо читать Замолкаю Активируем Скиллы Так Что у нас Мы могли Cold Resist И поездный Резист поднять Но они нам не нужны Вообще Потому что Cold Resist И поездный Резист Диабло не бьет Самое лучшее Что было бы Дать наемнику Какую-нибудь Кельпину Хотели там То и Риперстол По-моему Как Риперстол Да Вот тогда Вот тогда Мы могли Действительно Довольно Эффективно Жизнь Что-ли Вкачать Или блок Да ладно Нормально Не ссы Ай Ай Уже нас Жарит Что уже Уже Столько Жизни Кончилось Чё Да вы Шутите Это не Диабло Это подделка Это Жалкий Клон Лол Вот тебе Получай Зло Паладины Да Паладины Просто унижают Зло Моментально У Диабло Жизни Какое Ты не знал Говорит Контрол Тавер Да у него то Что резист Никакой Он меня вообще Не пробить Ничем не успел Я поушенов Только один Потратил И только Просто для того Чтобы там Ну на всякий случай Вдруг за один хит Не умер наш наемник Да просто читер Да нет Я не читер Я просто паладин Знаете Паладин такой Заходит Бравый Говорит Где тут зло Давайте я его убью Зло такое Сразу прячется В угол Потупит глазки Диабло говорит Нет меня здесь Ты меня с кем-то путаешь И вообще Так Круто Вообще Вот это то Чего я не ожидал Реально Вот серьезно Это просто невероятно Нет Рекомендую Ты поставь 8 плеерс И что Умереть что ли С этого сразу Поэтому паладина Нет в Д3 Да Паладин Это официальный имба И он не контрится Так готовится За 10 секунд Убить Да хакер Это было невероятно Я к Дуриэлю Также готовился Ко второму боссу Ну что значит В общем на этой радостной ноте Мы продолжим Пятый акт Мы не будем заканчивать стрим Мы будем сейчас Фармить ежиков Вот И рассуждать О всяком разном Наклз Это точно хелл Какой Наклз О чем вы вообще Наклза нету Скинь бутылки в куб И забери полиаром Да действительно Сейчас сделаю так Четыре бутылки Я могу скинуть в куб А вот это уже Не могу сделать Ай-яй-яй Как мы это сделаем Как-нибудь Знаете Вот так Оп Это даже не полиарм А полиэкс Политопор Дименшинл блейд В печь Ну все что Кончился у нас Диабло Сейчас нам выдадут Поздравительную речь Да-да-да Я такой классный Что прям свечусь От того Какой я классный Паладин имба Чертова имба Вот Вот как можно Собственно играть В эту игру Если вы готовитесь Потому что сейчас Сложный момент будет Сейчас вас собственно Начнут унижать И тут внезапно Все умерли просто И паладин с такой Стреллфейсом Выглядывает такой Хе-хе-хе-хе А ты что хотел Да Крэзи Валин Говорит Неинтересно даже Вот знаете Как мне неинтересно И обидно Я думал Сейчас будет челлендж Какой-то там Сидела А тут Одна надежда На древних Правильно Действительно Вот древние Ребята сейчас Должны Они обязаны Просто показать Мастер-класс И показать Как нужно унижать Паладинов Иначе Какой же это Диабло В конце концов Эншенты Это же варвары Варвары Паладин Нипочем Они добро Они свет И паладин Свет против света Плохо сражается Он только против зла Убил Диабло Да кусочек Только что убил Вообще За пару ударов Просто подхожу Его ударяю Он такой Смотрит по сторонам Че Где Кто Вообще Как Почему И дохнет Тупой Какой-то Получился Кулд резист Стрэнджа Угу Дефенс Ну как-то не очень Согласитесь У нас здесь Лайф Тоже Стрэндж Есть больше Кулд резиста Но на самом деле Проблема в том Что Да не нужен он нам Реально Забейте Че там за два шлема Были Варварский шлем Варварский шлем С бонусами К скилам Это хорошо Он дорогой будет Фаст хит рекавери Дефенс Лайф Файр резист Ну у нас вообще Отличнейшая цирклетка Которая дает плюс скилам И все резисты Просто невероятная штука Она еще помнится На Найтмаре у нас А не Она по-моему На Нормале Выпала из Этого какого Когда квест с Санечкой делали У тебя шанс умереть больше От обычных мобов Говорит Контрол Тевер Да кстати Вы правы на самом деле Сколько еще стрим будет Ну пока не надоест Так и будем стримить Вот так вот Эншенты били морду Только в 1.9 Ну Не надо меня расстраивать Я так надеюсь На челлендж А вы вот постоянно Меня обламываете Говорите И здесь ты там Эншентов там Разрулишь И все дела Так вот этот ряд Пушинов Заменяем на Хилинги Потому что обычно Мы используем Хилинги Потому что они Как сказать Более часто встречаются И когда у нас Не очень много Хитпоинтов потрачено Они более экономически Выгодны Народ Че за финальный босс был Спрашивает Молитас Сам не знаю Я не успел даже Прочитать его название Он так быстро умер Вообще беда какая-то Так В другом городе продай Шапку А почему в другом городе Продай Там дороже что ли Берут Добрый день Никс Вудс А в пятом акте Продавать Ну Ладно Ладно Буду знать Куда это я По привычке В портал Сразу же залез Надо в другой портал Просто лезть Вот в этот красный Ай ма